Доброе утро, друзья! Мы продолжаем нашу программу и самое время уже познакомиться с нашим гостем. Сегодня у нас Константин Рыбин, координатор факельной эстафеты «Бег мира» по Пермскому краю. Ну и ультрамарафонец, который и в Америке пробежал достаточно шестидневный марафон. И про все это мы сегодня обязательно поговорим. Доброе утро! Доброе утро! Как вы вообще относитесь к утреннему, раннему пробуждению? Есть ли оно в вашем режиме? Это самое первое, самое главное, потому что с утра начинается строиться весь день. Потому что вот на пробеге, на ультрапробегах и на беге мира каждое утро приходится вставать полшестого в шесть утра, чтобы подготовить машину, подготовить команду, хорошо позавтракать и стартовать. Есть какой-то секретик ультрамарафонца, как вставать в шесть утра, в пять утра? И быть бодрым! Да. Это, наверное, хорошо устать надо. Хорошо устать? Что? Отрубиться? Ну, вообще, когда ложишься раньше, часов в десять, в одиннадцать, и просыпаешься намного раньше, потому что организм, он в принципе не рассчитан работать ночью. То есть это двойная-тройная нагрузка. Поэтому этот секрет я хорошо усвоил. Даже участвуя в ультрамарафонах, я старался ложиться в десять, полодиннадцатого. Ну, а потом просыпаться в три, в четыре, в пять и начинать уже свой день. А то есть когда вот ультрамарафон бежите, там вы спите все-таки, да? То есть а как-то по времени это все... В общем, дает... Давайте расскажите всю схему. Что такое ультрамарафон, как это можно бежать в шесть суток без перерыва? Вот я так прочитала, подумала, что это так. Развенчайте этот миф. Расскажите, что это. Вообще перерыв всегда есть. Дается вот на десять суток, в этом году было 22 апреля, да, старт на десять суток. В Нью-Йорке. В Нью-Йорке, да. Уже 22-й год подряд проводятся эти соревнования марафонской команды Шичин Моя. То есть это... То есть любой желающий спортсмен может подать заявку, но не каждого берут. Есть определенные условия. Дается старт в 12 часов дня, и через 10 суток, 12 часов дня, финиш. Вот. А я в этом году участвовал в шестисуточном пробеге. 26 апреля встал на старт, 12 часов дня, и все, через 6 часов финишировал. А вот это вот сейчас фотографию показывают, обратите внимание. Это вот ваш восстановительный период? Нет, это есть там, как можно со своей палаткой приехать, да, можно арендовать. Можно, там есть две больших палатки для мужчин и для женщин. Есть палатка для медицинская. А вот этот фрагмент как раз был моё место, где я отдыхал. То есть я его оборудовал, там одежда, значит, спальник очень тёплый, потому что погода бывает очень разная. Бывает так, что плюс 3 градуса. Это, ну, прохладно на самом деле, это на улице ночевать. И бывает прохладненько очень. Значит, каждый строит свой режим сам. Так. Потому что все мы разные и по-разному отдыхаем, по-разному восстанавливаемся. Есть у нас ребята, которые бегали. То есть представьте, в сутки спать по одному часу. Представляем. Это же очень вредно. Да, это очень вредно с точки зрения... Ну, видите, есть люди такие закалённые, есть, которые могут это делать. Но я из другой категории. Я люблю поспать. Ну, не то, что я люблю поспать, но я старался хорошо восстанавливаться и потом бегать. А как это по схеме? Я вот не могу понять. Смотрите, вы бежите, да? Или там кругами по кругу? Круг, значит, это получается 1300 метров. То есть, когда я пробегаю круг, то есть, там сидят счётчики, объявляют, сколько, значит, у меня лэпов, ну, кругов. Вот, я бегу дальше. Пробегаю через... Есть такая зона, где можно покушать, там попить, взять с собой и снова идти на трассу. Вот, я строю свой график из расчёта того, что 4 часа я нахожусь на трассе, потом час я иду на массаж или просто отдыхаю, потом снова 4 часа. А массаж ключом, да, или друг друга там делают? Нет, нет, есть комната отдельно для мальчиков, для девочек и массаж. А это платная услуга? Ну, это всё входит в ворк-взнос. А входит в ворк-взнос? То есть, а записываться надо или там столько массажистов, сколько? Ну, на самом деле, ну, бывает от одного до трёх массажистов. Ещё приходил хиропрактик, днём обычно на полчаса. А зачем хиропрактик? Ну, просто он смотрел, то есть, человек ложится, он так по пульсу, по состоянию человека, он просто делал некоторые движения и поправлял и позвоночник, там другие. Вот, то есть... А я думал, это с руками что-то. Я даже думала, что хера... Нет, он приходил, говорил, вот у вас будущее. Да, вот сегодня бежать надо. Нет, нет, может быть, я неправильно выразился, но человек, который занимается... Ну, остеопат как-то. Может быть, так, да, остеопат, да. Извините. Да, нет, нет, я просто тоже удивилась. Было бы интересно, если бы ходил, там цыгане ещё пришли. Нет, на самом деле, знаете, это очень... Во время бега многие процессы, они просто утончаются. То есть, питание, даже вот там в основном вегетарианское питание, но бывает так, что вот этот не идёт, этот не идёт продукт, вот выбираешь. А вы вегетарианец? Да, да, ну, молочное, там, яйцо, это всё, всё едим. Но даже вегетарианское питание, оно не всегда подходит. Иногда я даже пью Кока-Колу, Пепси-Колу, что в обычной жизни, ну, мне это не нравится, потому что очень сильно закисляет, чипсы, ну, то есть солёненько такое. Прямо когда бежите, этого хочется? Да, да. А я думала наоборот, когда бежишь, что ты, не знаю, очищаешься, просветляешься. Да, на самом деле это так и происходит, но бывают моменты, чтобы это, ну, организм сам требует и просит. Я так понимаю, это заземление, скорее всего. Да. Сейчас, сейчас, летишь, летишь немножко заземлить. Скажите, а в Нью-Йорке американцы вас как-то поддерживали или наоборот приходили наши соотечественники? Или там никто никого не поддерживает? То есть каждый соотечественник? А нет, были такие даже диаспоры. Вот, а с Монгол, несколько человек бежало, приходила монгольская диаспора. Потом из разных других стран. С Индии были, там с Европы, с Африки нет. В общем, где-то около 20 стран. Наши россияне были представлены где-то около 10 бегунами на 6 или на 10 суток. С Украины были ребята, девочки. То есть разноплановая такая география. Но самое интересное, что когда мы выходим на старт, все друзья. Я просто знаю, вот не первый год участвую в этих соревнованиях с Украиной, ребят, было много раньше. Как только я понимал, что нам нечего делить, у нас есть дистанция, и мы друг другу помогали. То есть спортсмены, они проявили такую солидарность. И очень важный момент, именно в этих пробегах, иметь позитивное отношение. То есть это все вне политики, никто там... Это да, абсолютно. Потому что, вот я вчера мне как раз звонил человек, который спрашивал, как пробежать 7 часов. Я говорю, и почему вы бегаете? Не марафоны больше, а вот ультра. Вот такой ключевой фразой было для меня то, что на марафоне можно пробежать, ну, сражаясь, да, на силе воли, на каком-то там соперничестве. Потому что, ну, такое есть. Вот мне это не так присуще, может быть. Но когда я вижу, вот это происходит. Но на ультрадистанциях такое просто невозможно. Потому что очень часто психосоматика, да, от наших мыслей, эмоций, то есть можно получить травму. И это очень... Потому что пробег это на 6 суток. Многие спортсмены приходят, вот, которые бегают сутки, говорят, сейчас я пробегу хороший результат. Они пробегают сутки, а двое, и потом, получая травму, могут даже очень медленно ходить. Вот. То есть это я наблюдал и наблюдаю. И в этом году тоже два монгола, когда стартовали на 6 суток, они очень быстро бежали. Еще и дождь был. Представляете, в любую погоду бегун выходит, бежит. И вот на второй день они уже практически ходили. А последний вопрос в этой теме перед рекламой. Какое место вы заняли? В своей возрастной категории... Это какая возрастная? 40-49 лет занял. Хоть бы первое. Восьмое, кажется... И скольки? Я не помню. А с какой скоростью-то вы бежали? Скорость у меня была где-то примерно 8 минут на километр. Но последние два часа, последние два часа, вот это ультрамарафона, я бежал по 6 минут на километр. Два часа. То есть для меня просто чувствовал, что все хорошо, все замечательно. Хороший пульс, я чувствую себя хорошо. Еще бы чипсов и нормально. Ну, чипсы уже не ел, просто вот, понимаете, вот это ощущение полета. Ультрамарафонцы, это, может быть, немножко... Другие марафонцы. Марафонцы, которые рассчитывают пробежать именно всю дистанцию, не сойти, вот, и рассчитать свои силы. Завершился 5 июня у нас Уральская ветка, да, завершилась? Да, это, ну, можно сказать, Приволжская, потому что мы к Приволжскому региону, да. Ну, вообще, началась эта эстафета 21 мая Свердловской области, город Камышлов, вот, и пробежали Свердловский край, и 25 мая мы пересекли границу Пермского края. То есть, были просто потрясающие встречи. Мы сделали маршрут именно такой, где эстафета ни разу не была, или была когда-то, было давно, лет 15-20 назад. Здесь какие-то... Вот эта карта, да, сейчас мы видим на экране? Да, да, ну, может быть, это не такая подробная. По Пермскому краю мы пробежали Суксун, потом на следующий день Орда, Уинская. Барда. Нет, потом мы бежали Октябрьский, Сарс-Октябрьский, Чернушка, Куйда, Барда, как и хочется сказать, и другие города. Ну, слушайте, я такое достойно. После Барды мы в Аханск, через Переправу, Острожка, Частые, и потом в Удмуртию мы в Откинск. Вы просто не представляете, какие там люди живут. То есть, во многих населенных пунктах нас встречали представители администрации, в основном это... Хлебом солью? И чак-чаком, и хлеб солью. А вот у меня красота, это же в Удмуртии. Это в Татарстане, в 2018 году. А, это в Татарстане, да? Да, был большой такой чак-чак. Очень много для населенных пунктов, вот такой пробег, это действительно радость, событие. Дает возможность показать людям, что у них есть самое лучшее. В Уинском есть такое, как сказать, по вере, там территория, ну, медовый спас, да, у них празднуют. В Октябрьском районе они, у них знаменитые своими сушками хлебом. То есть, глава нам на следующее утро подарил такой мешок сушек. И как вы их ели? Да, всю дорогу, даже вот в Удмуртию привезли. А можно бежать и есть? Нет, мы... Останавливались? Это эстафета, и каждый день мы пробегали от 50 до 130 километров, по очереди бежали. Значит, выходил бегун на старт с факелом мира, который символ гармонии, дружбы, единства между людьми. И мы, значит, он пробегал 3, 5, 7 километров определенный отрезок, потом выходил другой и сменял его. А этот куда? А этот куда? А этот куда левался? Он садился в машину. А много вас вообще человек было? Ну, команда была у нас из 10 человек, представленная из разных городов России. Из Перми, со Свердловска, с Омска, с Челнов, с Ижевска, с Череповца, с Миаса. Мне кажется, вот такой диапазон в этом году представлен бегунами из разных городов. То есть, самое главное, вот с целью этого побега донести вот это послание мира. Ну, в принципе, каждый из нас мечтает, да? И вот этот факел, когда дети держат, мечтают, они вносят вот эту свою мечту, свою энергетику в этот факел. А вы даёте подержать его кому-то, кто приходит просто посмотреть? Это самое главное, то, что мы можем поделиться. То есть, это цель, да? А куда? Ну, обычно, когда бегут с факелом, ну, вот когда, допустим, мы знаем олимпийский факел, его где-то вот зажигают, олимпийский огонь. Этот факел где должен быть зажжён или где он хранится? Вот мы зажигаем, ну, понимаете, это как символ, да? И огонь мы вот зажигаем, вот 21-го числа зажгли. Ну, конечно, когда эстафетовый день закончил, мы его тушим. Вот, он у нас так же отдыхает. Расскажите нам, в ближайшее время что будет, вот какой-то забег, где себя можно преодолеть? Вот, для наших спортсменов именно в Перми, Пермском крае, мы приготовили такое интересное событие. В том году мы начали впервые провести час, час бега, три часа бега и семь часов бега. В этом году мы решили предложить более длинную такую дистанцию даже, ну, часовую, 13-часовой бег. То есть это на самом деле, как сказать, кто бегает в марафоны, это вот, это одно. Но можно идти дальше. То есть попробовать себя вот именно в 7-часовом пробеге и 13-часовом. Это впервые у нас в Перми проводится. Состоится у нас 15-го июня в парке Балатова. Старт на 13 часов будет в 8 часов утра. Старт на 7 часов будет в 9 часов утра. На час и на 3 будет в 11 часов. Также у нас будет сдача нормы ГТО. Колледж Олимпийского резерва и Светлана Юрьевна организуют площадку для сдачи ГТО. И дистанция 2 километра. То есть любой желающий может еще сегодня зарегистрироваться на ультрапробеге или на час или на 3. Испытать свои силы. Самое главное, это попробовать. И можно, конечно, переходить иногда на шаг. А, можно. Иногда люди думают, что надо просто бежать, бежать, пока не выдохнешься. А куда бежать-то? Или просто тоже по кругу? В парке Балатова это будет челночная дистанция 1800 метров вдоль подлесной. То есть, как один бегон написал, одной ноздрем мы вдыхаем фитоциды, а другой ноздрем вдыхаем пары машин. Но, в принципе, это жизнь. Вот в Нью-Йорке также проходит ультрамарафон 3100 миль. Это около 5000 километров. Это вокруг школы и 883 метра по бетону. И это оживленная трасса. То есть, там гуляют люди, ездят машины. То есть, это не уход куда-то как бы в лес. Это все в городской черте. А вот вам как интереснее все-таки бежать куда-то? Ну, то есть, когда мимо цветы, либо еще что-то. Либо по кругу больше. Знаете, для меня важнее внутреннее состояние. Если я счастлив, то, в принципе, мне без разницы, где быть и что делать. И где бежать или не бежать. То есть, можно бежать и на беговой дорожке? Конечно. Самое главное, вот вы излучаете счастье, вы излучаете радость. Вот, вы делитесь этим энтузиазмом. И это самое главное. Если вы кого-то вдохновите своим примером, ну, это будет здорово. Ну, а если человек будет заниматься, там, бегом или ходьбой, или плаванием, это его выбор. То есть, по организации у нас как будет? Все так же, как и в Нью-Йорке будет палатка с массажистом, будет приходить остеопат. Ну, все равно это же важно. Знаете, ну, мы готовимся, пока такого уровня у нас нет, но питание горячее будет для 7 и 13-часового. То есть, кто был в прошлом году, всем понравилось. Потому что у нас перемена ультропробегов, ну, такого питания пока еще нет. Много уже участников, кто заявился? Ну, вот, на 13 часов 6 человек, на 7 – 12 человек, и на 3 часа около 20 человек, и 23 на час. Но это само собой платно, правильно? Это платный взнос, но мы стараемся сделать минимальный взнос, чтобы покрыть хотя бы вот те затраты, которые есть. Это аренда биотуалетов, продукты питания, медали, кубки. То есть, вот... Сколько взнос получается с участника? 300 рублей на час, 600 рублей на 3 часа, 900 на 7 часов, и 1200 – это 13 часов. Еще можно зарегистрироваться, а где? Есть в ВКонтакте РАН-59, это... Да, известная группа. Да, Бег Самопровосхождение 59, то есть наш регион. Интересно, когда я 59 назвал, то есть во многих местах я стал встречать 59. Вот, интересно так. А в воскресенье, на следующий день, 16 июня, мы всех жителей Перми, ну, может быть, не все, хотим пригласить на традиционные двухмильные соревнования, это 3218 метров, они бесплатные, пробежать в парке Балатова. Ну, и также у нас есть детский забег на 700 метров, то есть до 12 лет дети могут пробежать 700 метров. То есть мы уже 16-й год подряд проводим для жителей Перми, Пермского края, даже бывает, из других городов приезжают. Это прекрасно. Слушайте, да. Ну что ж, у нас время подходит к концу, спасибо вам огромное за то, что были сегодня с нами. Желаю вам новых спортивных и душевных успехов, чтобы вы были счастливы, бежали там, где вам нравится и не нравится, но главное, чтобы все душе было хорошо. Я думаю, что до новых встреч. Приходите к нам еще.